Доброе утро, дорогие друзья! Вы смотрите «Завтрак в городе Че» и с вами я, Олеся Стародуб. Сегодня приготовим вкусные тосты с адыгейским сыром или с домашним сыром. Я думаю, что у каждого из нас всегда на кухне найдется сыр домашний. Это может быть карачаевский сыр, может быть адыгейский сыр. В общем-то, это должен быть рассольный вкусный сыр, не обязательно первой свежести. То есть, может быть, вы его кушали на завтрак, у вас осталось буквально чуть-чуть, маленький кусочек, вы не знаете, куда пристроить. Так вот, сегодня приготовим тосты с адыгейским сыром. Для таких тостов нам потребуется обычный белый хлеб, потребуется непосредственно сыр и потребуется куриное яйцо. Можно добавить немножко зелени, можно добавить чеснок. Сегодня мы добавим и то, и другое, для того, чтобы тосты получились как можно ароматнее и красивее. Но, естественно, я возьму сковородочку, поставлю на небольшой огонь, пусть она потихонечку разогревается. Добавлю небольшое количество подсолнечного масла. Все-таки это будут гренки. Гренки. Что такое гренки? Это поджаренный хлебушек в яйце. Я отрежу вот два небольших кусочка хлеба. Постараюсь, чтобы они были максимально ровными, красивыми. И подготовлю смесь для гренок. Для начала я возьму одно куриное яйцо, разобью в тарелочку. Здесь я буду перемешивать вот эту самую начинку, ну или кляр. Я возьму вилку, хорошенечко разобью желток, смешаю его с белком. Ну и, естественно, я добавлю соль, перец. Соли буду добавлять совсем чуть-чуть. Опять же, ориентируйтесь на то, какой по соли сыр. Потому что сыр может быть малосоленым, может быть прям прилично соленым. Но я добавляю чуть-чуть, потому что сыр все-таки у меня солоноватый. И добавлю небольшое количество черного перца. Так, перемешиваю, сковородочка нагревается. Сыр можно, в принципе, измельчить на терке. Я, наверное, так и поступлю. Все-таки это сокращает время. Можно, конечно, нарезать сыр. Можно его просто выложить, наверное, пластиночками. Хотя я предпочитаю готовить именно такую однородную массу, которую мы будем выкладывать на хлеб и, соответственно, обжаривать. Ну, гренки. Все знают, что гренки – это жареное блюдо на сковородочке. Конечно, сложно называть данное блюдо диетическим. Но, мне кажется, каждый из нас помнит вкус и аромат жареных гренок из детства. Тех гренок, которые готовила. Да и готовит до сих пор дома мама. Поэтому иногда можно позволить себе данное лакомство немножко поностальгировать. Я думаю, что достаточно будет этого количества сыра. Я убираю терку. Сыр отправляю в яичную смесь. Перемешиваю. Ну, довольно густая масса у нас сейчас. Получается, масло уже разогрелось. Теперь я выкладываю на хлебушек данную массу таким довольно плотным слоем. И вот так осторожненько выкладываю на сковородку. Как раз вот этим самым сыром с яйцом. Немножко убавлю огонь, чтобы сыр не подгорел. Сейчас мы поджарим с одной стороны. Затем перевернем на другую сторону. Поджарим до румяной корочки хлеб с обратной стороны. И блюдо можно считать готовым. Выложим еще на эту сторону. То, что осталось, можно приготовить только с одной стороны. Можно приготовить с обеих сторон. Сырную корочку. Вот так. Пока обжариваются гренки с обратной стороны, я подготовлю украшение. Хочется немножко добавить лука. Все-таки вот адыгейский сыр с луком зеленым. Это такое идеальное сочетание. Я думаю, что мы нарежем довольно крупно такими симпатичными перьями лучок. И украсим сверху. Не буду добавлять белую часть. Возьму большую тарелку. И, пожалуй, пришло время выкладывать этих сырных красавцев на тарелку. Обратите внимание, сыр поджарился, но внутри он тянется. Так. Убираю сковородку. Украшу. Луком. Можно подавать с тузлучком. Можно подавать с красным острым томатным соусом. Можно подавать просто с горячим чаем, с сахаром или с чашечкой кофе. Я думаю, что такие тосты будут идеальны в сочетании с любым напитком, с любым соусом. Поэтому желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин